Мы по большей части ездим на экскурсии для чего? Пофоткаться, сделать красивые фотографии, подурковать, еще что-то сделать Но предлагаю вам такой момент, это в двух вариантах очень интересно В одном варианте это когда кто-то кому-то теряет нервы, можно избавиться А в другом варианте это сделать красивые фотографии Ставим на мое место, говорим, что вот берем отсюда ракурс, где у нас девочки стоят Приготовим телефон и говорим, что так ракурс не тот, еще чуть-чуть назад, еще чуть-чуть назад Право-влево и в полете фотографируем, получается просто великолепные фотографии Вот пацаны меня фотографировали, потом когда я оттуда выбрался, по горе вот это убегали от меня Видите, вся земля так буксовали, что все посыпалось Итак, ребят, мои хорошие, приехали мы на старую дорогу на Красный Полян Называлась Дорога Смерти, либо Божий Упасить Так как на ней погибало очень много людей Начата была строительство в 1897 году Строилась она для того, чтобы развивать Красную Поляну в сфере оздоровительных комплексов и туризма Там находится очень много нарзанных источников У нас даже есть своя вода, нарзанная вода, называется Чвежипце, на основе железа И где-то в магазинах можете увидеть стеклянную бутылочку с названием Чвежипце Возьмите, носите свой организм железным, очень хорошая, очень полезная вода И еще там было очень много оздоровительных комплексов, отелей, где люди пили эту воду, купались в этой воде и так далее И с 1897 года вплоть до 2005 год на этой трассе погибло очень большое количество людей Первоначально погибали строители, так как взрывали эти скалы, ломали, взрывали, основной участок проходит вон там И в последующие годы кто-то не мог справиться с управлением, кто-то не мог разъехаться Камнепады, гололед, снегопад, очень много факторов, сели, сходили Ну, немерено факторов было, в связи с чем каждый год погибало очень много людей В 2005 году прорубили два тоннеля Один вот мы объехали, второй находится чуть дальше Проезжал по этим тоннелям, по этой трассе, самый первый Наш, не снимает? Кто снимает? Удалите, пожалуйста Наш президент Владимир Владимирович Путин Бывает И проезжал он их на 21-е Волги После этого года 2 или 3 город Сочи И шелкими 21-ми Волгами И все говорят, такая только у меня и у... А, ну все понятно, да А, я вижу, вот она снимает палец в хату Все заметили, да? Базаранее, базаранее И дорога, вот раньше она занимала 3-3,5 часа Сейчас занимает час 20, час 30 По ней можно проехать до Красной Поляны Ребят, вот там на старой дороге есть арка, вот в самом начале Да, все увидели? Там снималась часть фильма «Бриллиантовая рука», когда они заезжают под эту арку и выезжают в другом городе А еще там есть памятник солдатам Великой Отечественной войны Которые воевали за город Сочи, защищали наш город Остановили немцев на хребтах Красной Поляны Это перевал Айшко-Айшко До сих пор ребята ходят, забирают остатки того времени оружия обмундирования И мы находимся на хребте Ахцу Переводится как острый хребет Через него проходил шелковый путь Начинался с Адыгеи на Красную Поляну через этот хребет и уходил в сторону Абхазии По Сочи было сделано очень много находок Часть из них предоставлена в Сочинском музее Можно поехать посмотреть И самая интересная находка это золотое руно Все наверное такие Так, вилки принесите ребятам, пацаны Не слышат Что такое золотое руно? Сейчас у нас добыча золота автоматизирована Есть дробилки, сито и много всего другого В древние века для этого использовали овечьую шкуру Чистили ее на чистоселье и золото За счет того, что у нее осталось очень много золотой пыли Оно становится отчасти золотым Вот такая вот шкура у нас здесь была найдена А самая большая находка была сделана в Олимпиаду Когда сносили возле аэропорта старые саманные дома Один из трактористов вскрыл дом И под домом он нашел большой сундук И несколько кувшинов с золотыми и серебряными украшениями Ну, обогатился человек на ровном месте Далее, ребят Еще в этой горе есть одна из самых глубоких пещер мира Более трех километров ее протяженных Раньше мы возили туда гостей Сейчас, с прошлого года пришел новый начальник нацпарка Очень много объектов у нас позакрывали Те же водопады, пещеры И много всего другого Пещера находится вот там, где электричка заезжает в туннель Налево есть ущелье Пещера называется Глубокий Яр Глубокая Яма Даже когда ее исследовали, там пару человек не погибло И с нее берется артезианская вода Снабжающая очень много сел питьевой водой Также село-монастырь, в котором мы находимся Через речку есть мостик Это трубы, которые выходят с этой пещеры И дают нашим селам воду До этого была здесь турбаза Походу, слишком много решили Решили все-таки построить монастырь Девчонки, о вас мы тоже не забыли Мои хорошие Монастырь находится в другой стороне Ребят, если кто-то решит здесь остаться Девчонки, мальчики Мне все время обещают позвонить Предупредить о том, что здесь остаются Ну вот предупреждают А вот о том, что там есть подземный проход Никто не звонит, ничего не говорит Насколько я знаю, там есть Позвоните, хотя бы скажите Что есть ли на самом деле или нет Чтобы я хотя бы удостоверил вас Но самое главное оповестить Знаешь, что с правой стороны Вот там книжная лавка Можно приобрести свечки и кунки Справа еще там есть чайная лавка Но при всем при этом Сразу вам говорю, что потом ко мне вопросов не было Дальше у нас будет кафешка Где можно будет покушать Посидеть, основная наша локация Последняя окраинная точка будет решать А мы сейчас, ребят, находимся в женском монастыре Нам сказали, что тут можно маленько снимать Даже здесь вот храм В одном храме мы уже были Максиму что-то тут не очень нравится, да, Максим? Нормально Нормально? Да Ну ладно Так, а у нас еще впереди много-много разных впечатлений Пойдемте зайдем вот сюда Вот здесь вот двери открыты, я смотрю Здесь просто не везде можно заходить Где-то можно, где-то нельзя Вот, но мы сейчас сюда обязательно зайдем Мы вышли из монастыря И здесь вот есть такая речка Макс тут увидел рыбок Ну они маленькие такие Ну как маленькие? Ой, ничего себе, вот Большие Смотрите, сколько много их А, это лягуха Лягушка, смотри, плавает Ничего себе Ты приблизь, приблизь Да, вижу Я подумала, это рыба сначала Нифига себе, лягушка точно плавает Она хочет смотри выбраться на камень Жарко очень сильно, кстати Прям припекает так неплохо Ну что тут, жизнь кипит Ну да Лечки в такой А вон там с другой стороны Смотрите, какая красота Ребят, виды тут, конечно, вообще прям Очень красиво здесь Очень просто, да? Да, вот сколько мы мест проехали уже Везде просто невероятные Кстати, тур здесь длится 8 часов Ну, в среднем Плюс-минус Вот, поэтому тур достаточно такой, знаете, большой Поэтому здесь Ну, много-много локаций разных, интересных Мы уже посетили сколько, да? Четыре, наверное, да, локации? Ну да Впереди еще у нас много локаций разных будет Нет, впереди у нас осталась последняя Самая такая главная Это вот одна осталась Там мы будем кушать Грязевые ванны принимать И, в общем, там Душ Все дела Да, после грязевых ванн душ Как же классно на природе, да? Кстати, давай по ценам расскажем По ценам давай расскажем Получается, взрослый билет стоит 1600 Детский 1400 Ну и плюс еще мы По 300 рублей с каждого заплатили Бронь там или как Ну, агентство там Короче, вышло в общем целом 5500 за весь тур Да, за нас троих Поэтому, в принципе, я считаю Цена адекватная За 8 часов, как бы Потому что нас катают Нас забрали из дома Привезли домой Ну, привезут Да, как бы Ну вот, собственно Сидим мы в джипе Я надеюсь, привезут Сидим мы в джипе В принципе, не в тесноте Мы сидим втроем На заднем ряду Вот полностью Вот нас трое сидит там В принципе, еще один человек Должен был к нам влезти Но больше не было никого Пойдемте к речке спустимся Макс у нас в коралках Так что можно ноги мочить Поедешь? У меня куда-нибудь Попробуй 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 Коля с Максом Там развлекаются Коля глину нашел Ну, глина Можно ее размочить Интересно, да? Майя к тебе Холодная вода? Майя Нормально Смотри, она, вон, видишь Мажется, вон Смотри, малявочки какие плавают Прям крошечки Прямо такие вот крошечки плавают Сейчас Макс наловит Макс рыбак Макс рыбак без удочки Удочку мы с собой не взяли в этом году А вы знаете, что Максу удочка не нужна Он вот так вот рукой берет Вот так вот, смотрите Это происходит именно вот так Он вот так вот берет рукой И ловит так вот рыбу Сейчас Макс поймает Покажи, как ты ловишь рыбу Сейчас он вам покажет Пойдем Они просто увидели, что ты за ними охотишься Они маленькие, они очень маленькие и очень шустрые Макс им шорты не намочи Сейчас сядешь в реку Не получилось Что, пойдемте? Сейчас я кусок глины хочу кинуть Вон туда Блин, как тут круто, да, вообще? Угу Так, все, мы выезжаем уже Максим, пойдем А все что? Все Ну что, ребята, а у нас следующая локация Мы проехали буквально совсем чуть-чуть И вот уже все собрались здесь, сзади Сейчас нам гид Будет что-то интересное Очень рассказывать Начинался сейчас, поделиваясь над Сапой Над своей группой Все посмотрели фильм Тарзан А Тарзан что? Предводитель Тарзан, не тот Тарзан, который Королеву Да, предводитель Адизиан Познакомься, Королев Вместе наш Тарзан Предводитель наших любимых Адизиан Я что? Серва Так, ребят, смотрите Приехали мы на еще одну дегустацию Мы вам расскажем маленькую дегустацию Сейчас будет вот Дегустация Кай, чай, чай Да, еще самое главное Что мы больше всего любим Сыр Как черный Сейчас мы все это сделаем И мы попробуем И там посмотрим А здесь мы, ребят, сейчас будем дегустировать Мед Вино, да, по-моему? Вино и сыр Вау А потом у нас будет комплекс омоложения Как сказал гид Это будут грязевые ванны Будем принимать грязевые ванны Сейчас все вот так вот грязью Все намажемся Будем ходить Знаешь, сколько там каждый день людей Сколько там людей Каждый день в этой грязи валяется? Мы сейчас будем чьей-то грязи уже обмазываться В общем, хочешь в грязи поваляться? Как поросеночек Хочешь? Да, конечно, сейчас все обмажемся и будем там Надеюсь, помыться потом дадут А может быть, это знаешь В одну точку, да, просто уезжаем Там мажемся грязью И потом водитель говорит Нет, ребята Ко мне в машину нет, нельзя Все Пешком Да, да, да Очень здесь красиво Кстати, это недалеко от Сочи находится Здесь прям совсем рядом на самом деле Мы едем в сторону Красной Поляны Мне доезжают до Красной Поляны Мы где-то там все вернулись Или вот здесь Да, поэтому, в принципе, здесь все В принципе, очень не сильно далеко Все как бы рядышком Мы, кстати, по этой же дороге Куда-то ехали Мы в том году были на Туре Называл Джип-тур тоже назывался Блин Как же он назывался-то? Я забыл Скажу попозже О, ребята, мы как раз заходим Я вспомнил, как джип-тур назывался Назывался Мамонтово ущелье Кстати, находилось где-то тоже Я тут не сильно ориентируюсь Конечно Ну, где-то в этой же стороне Находилось это все дело Очень было круто Вот советую посетить Два этих тура Обязательно Псаха И вот Мамонтово ущелье Будет вам прям Очень круто Ну и что? Что тут происходит? Присаживаться пойдем Народу очень много С тобой 8 человек Вот только вот народу У нас Сейчас здесь будет дегустация Смотрите, какое вино Интересно, как их налито Посмотрите, какой интересный Так Света уже взяла стаканчик Что варианты? Сейчас будете оба пробовать И сравнивать Ходят слухи, что сам Сталин пилает И не мог сравнить между ними выбрать Поняли? И пилают И пилают Понедельник всегда 5 за 1 Толим все Вот другое А кто с твой скором Отменил? Правильно Кто стал? Молодец Двигат Другое Как карамелька Что ли Такое вкусненькое Отличается вообще От всех остальных Как реально Как карамелька Больше всего мне, конечно, посуда нравится Которую наливают Такая прям Прикольная Есть такое? Это организм требует еще Поняли, да? Ну, раз организм требует еще Будем пить еще Открывай следующий холодильник Там два ежучки Тоже очень классное вино На самом деле Делается вино Из винограда С папирами И добавляйте язвика Один к одному Давите на вас Добавляйте язвика Вот такие вот у нас экскурсии Тут проходят Молоденькое Это классное вино А любителя, конечно Пьем, в общем, вино Которое я пил в Сталин Ну и многое другое Да? Здесь у нас проходит Дегустация Меда, чая и сыра Можно вот покупать Набирать А вот мед Вот пчел Сколько много Давай, давай, давай Давай, давай Давай, какой хочешь Там что-то каштан Липа И майский мед Все по-моему Мы хотим вот джику взять Такая немножко остренькая 300 рублей баночка стоит Вот такая вот Да, только ее хранить в холодильнике надо Она очень Но она не очень острая Пока островатая Сливка Макс попробовал Сыр Как тебе? Макс у нас не любитель сыра Зато ему понравился мед Но мы мед взяли Купили уже хороший мед Домой Вот тут территория Там вот мед стоит Можно покупать Здесь дегустировать все можно Мед, сыр Да, пока мы доедем до места Которое нам более-менее интересно В кучу мест заедем Дегустировать Всякие вина И все остальное Которое нам более-менее